итак всем здравствуйте дорогие друзья хорошего дня вам все обед у нас три часа не знаю кого сколько настроение хорошее вы все готовы к работе давайте друг друга поаплодируем друг другу восприцательными знаками и начнем заодно это будет показатель как меня слышно отлично у всех все хорошо дорогие друзья я хотел начать с домашних сначала ваших работ ну просто хотел показать ваши работы там кое-что какие слова сказать а потом подумал в принципе есть несколько хороших работ остальные в общем там одни и те же ошибки мне очень понравилось что вы все участвовали в этом активно у кого-то получилось у кого-то нет это не важно я вас но я уверяю что после сегодняшнего урока получится у всех самое главное вы начали вы начали так сказать грызть грызть эту штуку и мне на самом деле не надо что вы там сделали сто страниц или там даже три главное чтобы у вас было понимание как сделать страницу подарок потому что у нас будут с вами и на видео уроки да и на инструменты у нас будет на бизнес у нас будут на музыкальной открытки на на создание страниц на создание сайта ребята у нас хватит подарка но конечно легче всего дарить в соцсетях вот эти книжки уроки надо это конечно вы сделаете но я бы не хотел чтобы вот интернет заполняли кривые косые оляпистые странички мы таким образом можем и свое лицо потерять и конечно же наш наше лицо альт скажут да чему же они там их учат вы знаете иногда открываешь какие-то страницы там но в интернете и видишь кривые страницы где-то съели си фотографии съехали оляпистые там цвета и думаешь боже мой но как человек мог такое разместить значит у него не было вообще наставник я поделюсь с вами небольшим таким небольшой как бы истории я свою первую страницу сделал в тысячу раз хуже чем вы сейчас любой из вас кто стал я не умел вставлять видео я не убил вставлять форму подписки у меня потому что я даже понятия не знал что такое смарт-респондер я не умел вставлять ничего картинки я умел вставлять текст и мог менять цвет я тогда делал еще в древе я сделал шикарную страницу это был какой-то там розовый фон страницы я сделал большими буквами текст буквы у меня были разноцветные но как же если я умею менять цвет да а фон я тоже умел сделать я сделал женщину в купальниках который лежит на деньгах и она у меня заполнила как бы замостила весь ищущий фон вы представляете мою страничку я очень жалею что я ее не сохранил это было бы лучше всего вот я бы вам показал свой опыт и вы бы сразу вздохнули спокойно что все нормально все проходят через это всем хочется там бы сделать поярче носовать там картинок каких-то это все говорит о непрофессионализме так вот прежде чем будем смотреть ваши странички я оставил там непроверенных штук 60 да вот такие у меня тут масштабы я просто вам их буду показывать а вы сами по пятибалльной системе нет вы просто будете ставить или десять это значит вы бы подписались на страницу или ноль а тот кто создал эту страничку так как я все расскажу он сам будет знать уже свои ошибки договорились ребят поставьте мне десяточки что вы поняли вот так вот а потом я вам покажу как сделать профессионально страничку может быть я чуть-чуть поторопился надо было с этого начать пошло неважно мы сегодня с вами все сделаем но зато потом у вас будет все идти на раз легко и непринужденно итак давайте для начала посмотрим три главные элементы странички особенно новички они же просто этого не знают дорогие друзья на вашей страничке есть три самые главные элементы это яркий очень яркий такой заголовок по теме который бросается в глаза это книга это видео это какая-то огромная польза того да ну то есть яркий там вы может встречались странички как молодой человек заработал там с 20 тысяч рублей ярко прямо глаза и как бабушка у подъезда научила меня вести инфобизнес такой вот сразу который меня привлекает и мне хочется посмотреть дальше идет 3d изображение не масенькая в углу а значительную часть наверно самую большую часть вашей страничке занимает изображение потому что одно дело прочитать а второе дело увидеть тоже рядом с этой темой то что вы дадите дальше идет форма подписки не внизу на самом деле а а вот тут и я специально вам дал время упоек поэкспериментировать поработать вот эти дни вот так это идеально а желтенькие квадратики это призыв ну то есть примени получи результат прямо сейчас стрелочка и список выгод вот в принципе очень профессиональная страничка конечно можно немножечко поменять тут расположение то есть яркий заголовок а рядом с этим заголовочком тоже маленькую картинку по теме но это уже детали главное вы должны знать вот эти три элемента как вы видите ничего нет ничего не отвлекает заголовок по теме направлены чтобы человек заполнил форму изображение слюна течет хочу форму закон заполнить заполнить и форма куда собственно и надо это основа это наша цель и мы получаем подписчиков я думаю всем это понятно и старичкам и новичкам и старички кстати я был удивлен некоторые тоже ошибались вот в этих вещах но тем не менее освежаем да и следующий момент цветовая гамма друзья важно я сам с этого начинал с этих ошибок полный интернет вот набрать лишь как правильно подобрать цвета для веб страниц и у вас там будет такое количество информации вот я понимаю да достаточно владеть хорошим вкусом цветовым у многих из вас это есть но есть еще и между прочим наука вот есть такое кольцо ньютона цветовое понимаете и у нас оказывается я думаю вы все это знаете есть три основных цвета которые нельзя получше получить там смешением да это красный синий и желтый все остальное это восемь то идет из этих цветов так вот я сам использую как правило два этих каких-то цвета у меня где-то идет красно-желтый синий красный ну то есть я так использую я вам потом расскажу как поподробнее на эту тему но и сколько цветов на одностраницкой на страничке использовать я тоже скажу ну вот этот цветовой круг ну вы из интернета я вам дам слайды сегодняшние вы из интернета очень-то разместите где-нибудь перед глазками когда будете заниматься дизайном страниц но в сочетании а сочетание там несложные несложные вот противоположные цвета до сверху цвет напротив цвет они как бы противоположные они совершенно как бы контрастны но вот два таких цвета использовать можно вот серёжа потом в даст обязательно сергей дай ребус в этот ну там где ты у нас модератор редактор это технические трудности у нас в закрытой группе спасибо сереже то есть напротив это цвета контрастны если есть несколько правил вот в этом круге соседствующие цвета они друг друга дополняют вы ничем не рискуете если книга синяя фон там сделать и слабо слабо синенький он рядышком да уже идет сделайте и вот тут разные варианты очень хороший вариант вот такой вот треугольник то есть на равных расстояниях друг от друга цвета они друг другу подходят есть вот такой другой треугольник есть квадрат поизучаете поизучайте холодные теплые цвета я них не буду вас сегодня грузить а то вы сегодня у меня еще и здесь скажете наук это наука но это на самом деле идет у нас внутри с детства женщина вообще владеет этой наукой они же подбирают одежду и все такое ужас как я я иногда просто завидую ужас как это я для меня ужас для них то это легко и так вот смотрите я всегда рекомендую использовать три цвета два нейтральных и один сигнал вот смотрите вот здесь я на желтенькое поэкспериментировал я сделал немножко не так не идеально а потом когда проверял я думаю дай-ка я сделаю ему такую идеальную страничку то есть вот заголовок да вот картинка очень большая вот призыв к действию возьмите примените сотни конкретных рекомендаций стрелочка и форма какие здесь цвета используются ребята здесь черный серый и сигнальный красный было бы наверное еще и правильнее вообще сделать кнопку вот эту такой же цвета как стрелочка согласны со мной как вы считаете наверное это было бы правильно я бы сделал если бы здесь красную кнопку ну это уже я так делал торопился смотрите рядом я просто здесь сместил заголовок но он тоже есть вот сюда чтобы сделать побольше ну как бы картинку и здесь тоже самое идет желтый черный видите желтый черный и сигнальный красный серый это так ну это как бы нейтральный цвет черный желтый это фону тоже ярче если был слабенький фон тоже классно там вообще не видно и сигнальный красный не режет глаза воспринимается очень ну как бы хорошо правда же вот самое главное еще один момент ваши элементы не должны плясать вы не должны вот у вас форму некоторые издавали странички форма вашего вот здесь располагается мимо уехал и ничего человек сдает мне сдать страничку или вот здесь текст начинается и вот здесь заканчивается вы же не для меня делать странички я понимаю это первый опыт но у каждого из вас есть в чате уже друзья у вас есть наставник правда же поделитесь прежде чем сдать с кем-то из своих слушай пойдет ну в принципе вам говорит слушай я бы подписался все это уже хорошая оценка и можно как бы сдавать договорились ребят вы не для меня делаете домашние задания поставьте мне 100 вы должны быть на сто процентов уверены что это хорошая работа вы бы сами подписались с удовольствием если вас чуть-чуть не устраивает вы сидите и доделаете вот бывает так сделали вроде все хорошо но чуть-чуть с с форма не симметрично но хоть на буквально на 3 миллиметра и многие делают как да хорошо пойдет и пошли не пойдет вернулись и сделали идеально чтобы она была ровненько точная тогда когда человек приходит вы даете этот подарок представьте кому-то и он берет вашу страничку которую вы дарите и там чего попал он не подпишется и он не будет с вами работать в интернете есть чужой человек но через соцсети сюда дойдет чужой вообще уйдет сразу смотреть не будет если ровненько не но так вот ровно красиво аккуратно просто человек подпишется от вашей работы должно веять профессионализм вот это у нас сегодня такая вступительная часть по странице я думаю это вполне достаточно это будет опять же добавлено к первому заданию я ниже дополню еще там дать чтобы новые если кто будет они сразу же видели все и сейчас мы с вами посмотрим странички ваши а потом я вам пошагово покажу как делать красивую профессиональную страницу всем понятно все что я сегодня рассказал новички меня интересуют старички не надо мне ставить ничего то что вы и так уже это проходите уже очень долго на самом деле ничего сложного самое главное знаете как набить руку то есть не бояться конструктор ну что ж приступаем сейчас уже переходим на рабочий стол а